Источники утверждают, что король Карл Третий ощутил проблески надежды в вопросе примирения со своим сыном, принцем Гарри, когда королевская семья впервые за долгое время собралась вместе, чтобы проститься с покойной Елизаветой двумя. Герцог и герцогиня Сосекские появлялись вместе со своими титулованными родственниками на публичных мероприятиях в памяти королеви. Факт остается фактом. Король любит обоих своих детей. За последние 16 дней или около того были огромные проблески надежды. Что касается будущего, то есть шансы новосоединения, отметил королевский эксперт. Титулы герцога и герцогини Сосекских не изменились. И, хотя Гарри поднялся с шестого на пятое место в очереди на престол, он все еще слишком далеко в линии престола наследия, чтобы когда-либо занять трон. Принца Гарри и Меган Маркель предупредили о «невообразимом ущербе», который новая серия «Короны» нанесет по репутации короля Карла Третьего. Герцога и герцогиню Сосекских многие эксперты уже призвали разорвать всякие отношения с Netflix. Иначе у публики сложится впечатление, что супруги поддерживают скандальный многосерийный художественный проект о британской королевской семье. Напомним, что в настоящее время Меган и Гарри снимают для Netflix реалити о своей жизни в США. Королевский публицист Роберт Джобсон отметил, что в новых сериях «Короны» особое внимание уделяется распаду брака принца Чарльза и принцессы Дианы. Многие сцены в проекте – всего лишь художественный вымысел и поклонники не должны принимать их за чистую монету. Мистер Джобсон написал, как Гарри и Меган могут продолжать свою сделку с Netflix. Многие считают, что это выдумка – правда. Это нанесет невообразимый ущерб нашему королю и королеве-консорту в самом начале их правления. Проявите хоть какую-то лояльность по отношению к своей стране, воззвал эксперт. Очередные любопытные подробности из жизни герцога и герцогини Сосекских сообщает эксперт Кэти Никол в своей книге «Новые члены королевской семьи, наследие Елизаветы II и будущие короны». Оказывается, принц Гарри был намерен скрывать факт рождения сына Арчи до последнего. Один из источников рассказал, что он был «болезненно одержим» этой идеей и намеревался хранить в тайне появление на свет Арчи настолько долго, насколько это возможно, делится Кэти Никол. Для чего ему это надо было? Он стремился пойти против системы и нарушить неписанные правила, согла на которому все члены королевской семьи должны сообщать общественности о пополнении в семье незамедлительно. За кулисами дела были настолько напряженными, что сразу несколько чиновников из Букингемского дворца, насколько мне известно, были буквально доведены до слез из-за разочарования и отчаяния, добавила Ребекка Инглиш, королевский редактор Daily Mail. Протокол предписывает молодым родителям наследника позировать с малышом на ступеньках больницы в окружении официальных фотографов. Но принц Гарри и Меган Маркель всеми силами хотели нарушить эту традицию. В итоге паре удалось обмануть прессу. Гарри всегда нравилось перехитрить СМИ. Они с Меган были в восторге от того, что их сын благополучно родился в лондонской частной больнице Портленда еще до того, как пресс-служба дворца подтвердила, что герцогиня рожает, пишет Никол. И только лишь два дня спустя сосекские приняли участие в короткой фотосессии с маленьким Арчи и ответили на некоторые вопросы. Все это казалось заранее срежиссированным действом, вопросы были утверждены, на встрече присутствовал один журналист и один фотограф. Это наглядно подчеркнуло растущую пропасть между внутренними ощущениями принца Гарри и тем, что ждала от него общественность. Ему не нравилось чувствовать себя обязанным, заключила эксперт. Предстоящие мемуары принца Гарри изменят ход не только его жизни, но и жизни его детей. Автор Кэти Никол заявила в своей новой биографии «Новые члены королевской семьи», что король Карл III хочет прочитать мемуары принца, прежде чем даровать его детям, Лилибет Диане и Арчи Харрисону королевские титулы. Никол утверждает, что изначально Чарльз якобы «не хотел» вносить какие-либо изменения и дать право своим младшим внукам быть принцем и принцессой. Мы знаем, что титулы важны для Карла III, и он хочет ограничить их использование исключительно старшими членами королевской семьи. Он также против того, чтобы его брат, принц Эдвард, принял титул герцога Эденбургского, хотя это и было желанием их покойного отца, принца Филиппа, говорится в выдержке. «Зашел бы Чарльз так далеко, чтобы запретить Арчи или Лилибет становиться принцем и принцессой, ведь сосекские больше не работают членами королевской семьи». По словам источника, близкого к королю, это во многом зависит от того, что произойдет в ближайшие месяцы, особенно какими будут книга Гарри и их с Меган телешоу, заявила Никол, подчеркнув, что Карл III, несомненно, прочитает мемуары сына одним из первых. Отношения Меган Марк или Камилы Паркер-Боулс нельзя назвать безоблачными. Тем не менее, когда будущая герцогиня сосекская вышла замуж за принца Гарри, именно жена нового монарха взяла ее под свое покровительство. Несмотря на попытку Камилы Паркер-Боулс выстроить доверительные отношения с Меган, та сторонилась новой родственницы. Известно, что новая консорт-королева помогла герцогине сосекской адаптироваться к королевской жизни. Невестка Елизаветы II водила жену принца Гарри на частные обеды и давала важные советы, чтобы та могла справляться с негативным вниманием прессы. Несмотря на все усилия Камилы помочь Меган встать на ноги, своенравная герцогиня сосекская попросту решила не следовать ее наставлениям. Чем, безусловно, расстроила и отдалила от себя Камилу. Принц Филипп скончался 9 апреля 2020 года в Виндзорском замке. Он не дожил всего лишь пару месяцев до своего столетия. Предчувствуя скорую смерть, он сообщил королеве о своем последнем желании. Супруг Елизаветы II хотел уйти из жизни дома в кругу родных и близких, а не в стенах больницы. Он провел несколько недель в больнице, отчаянно желая вернуться домой. Врачи прооперировали его сердце, чтобы дать ему немного больше времени, может быть, дотянуть до столетия. Но на самом деле это его не волновало. Он ни за что не хотел бы умереть в больнице, сообщил источник. Последним желанием супруга Елизаветы II было, мирно скончаться дома в собственной постели, рядом со своей любимой женой. Королева прислушалась к супругу в последние дни его жизни. По мнению королевских обозревателей, ее величество находилось у кровати принца Филиппа, когда его не стало. В 1995 году принцесса Диана дала интервью журналисту Мартину Баширу, где рассказала о разладе в отношениях с принцем Чарльзом. Леди Ди поведала о несчастливом браке в надежде изменить ситуацию в лучшую сторону. Однако вместо этого любимца британцев получила судьбоносное письмо от Елизаветы II. Королева написала его от руки на фирменном бланке с гербовой печатью. «Я проконсультировалась с архиепископом Кентерберийским, премьер-министром и, конечно же, с Чарльзом, и мы решили, что лучший курс для вас – развод», – заявила монаршая особа. Говорят, что это послание привело принцессу Уэльскую в ярость, поскольку ее вынудили поступиться принципами и согласиться на официальное расторжение брака. Она сказала своему дворецкому Полу Баррелу «Шикарно! Они сами решают, разводиться мне или нет». Несколько дней спустя Букингемский дворец выпустил официальное объявление о начале бракоразводного процесса. Вскоре после того, как слухи о романе фронтмена Марун «5 секунд» с Амнир Строу были опровергнуты самим Адамом, всплыли новые подробности личной жизни музыканта. На этот раз другая девушка, имя которой Элисон Роуз, поделилась предполагаемой пикантной перепиской с ним. Роуз отметила, что не готова выставлять на всеобщее обозрение все сообщения от Левина, поскольку и «неудобно публиковать такое», многие мои друзья знали об этой переписке, и они были шокированы. Я думаю, какие-то другие девушки тоже проходили через это с ним. Думаю, им тоже следует опубликовать сообщения, поскольку мне очень жаль его жену. Ни одна женщина не заслуживает такого отношения. В дополнение к скриншотам Роуз поделилась в ТикТок видеозаписью разговора с музыкантом, на котором тот признается, что она его зацепила. Другая женщина, Камикеса Марика, во вторник тоже поделилась информацией о своем романе с Левином. Предполагается, что она написал ей, «Теперь я одержим тобой». «Чувак, ты вроде женат», отреагировала Марика, на что Адам якобы ответил, «Да, но все сложно». «Я могу уйти». Напомним, что 43-летний солист Марун 5 женат на модели Виктория Секрет Бихотти Принцлу. В настоящее время супруги ожидают появления на свет третьего ребенка. Пара уже воспитывает двоих общих дочерей, пятилетнюю Дасти Роуз и четырехлетнюю Джио Грейс.